Всем привет! Вы слушаете Жилищный фон, подкаст о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, что влияет на облик современных городов и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Анна Разгулова, со мной в студии Данил Медведев. Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей города. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – агентство премиальной недвижимости One Moscow. Что облик мегаполисов говорит о социальном расслоении и правда ли, что чем больше город, тем больше в нем возможностей? Сегодня мы поговорим на тему города и неравенства. И, наверное, для начала бы можно поговорить о том, что такое город, как некое пространство, из которого все возможные свойства и характеристики вытекают, в том числе и то, что мы называем неравенством. Потому что этот термин, когда мы его употребляем, мы его очень сильно завязываем на каком-то социальном аспекте. Но помимо социального аспекта, в городе он может проявляться и в пространственных характеристиках, и в объемных каких-то решениях. И здесь, наверное, можно задать вопрос для наших зрителей и для тебя, Анна, в том числе. Вообще, что такое город? Ну, по-хорошему, по существу. Ведь мы про него сейчас будем говорить, и будем говорить про его еще свойства. И чтобы там, наверное, как-то понять, что это за свойство такое, нам понять, что это за общий объект в целом. Что для тебя город конкретно? Я думаю, что, как и многие наши слушатели, я бы ответила, что город — это такой большой инкубатор, где из тебя либо выковывается настоящий человек, либо город тебя съест. Вот. И это, кстати, одно из определений городов. Города как метафоры. Это явно не определение из Википедии. А это нормально, потому что этих определений города, в принципе, очень много. И все они разные, и все они не всегда самые исчерпывающие. И мы можем тысячу и одно определение сейчас назвать, придумать или же где-то найти. И все они всегда будут очень различны по отношению друг к другу и в то же время релевантны. Здесь, наверное, можно погруппировать по какой-то характеристике, что вот когда мы как метафору приводим город, наверное, мы какие-то очень чувственные люди. Если наши слушатели сейчас начали перечислять, ну, город — это улицы, город — это дома, город — это все... Физические характеристики. Да, да. Пространственные. То есть город — это А, Б, В, С и так далее, далее, то, скорее всего, это просто здравомышлящие люди, которые, скажем так, в каком-то объективном материальном мире существуют и просто нормально воспринимают реальность. Можно, не знаю, попробовать приводить город через процессы. Вот как ты сказала, что это безработица, это какое-то неравенство, это какая-то борьба и все прочее на свете, или это экономические отношения через такие процессы, и тогда мы можем показаться вообще какими-то урбанистами. Я думаю, что город — это процессы и связи. Вот. И точки их пересечения. Вот. Это еще, кстати, одна группа, как можно определять город через такие вот процессуальные вещи, помимо просто вот ассоциативного перечисления, которое было до этого. Совершенно разное уже восприятие. То есть ты привела метафору буквально сейчас, а мы ее немножко расшатали и нашли в ней некую классификацию. И, наверное, есть еще третье. Это очень грубое, конечно, определение. Город, когда мы пытаемся выцепить через какую-то модель, где вот эта модель, она была бы релевантна для города N, для города B, а точнее у Парижу, у Москвы, у Уфы и так далее. Но эта модель бы имела какой-то набор свойств, которые мы смотрим, и мы через эту модель можем выцепить, что такое город, а что такое не город. Но для этого нам надо построить эту самую модель. И тогда те люди, которые вот так начинают определять, наверное, какие-то ученые. То есть модельно-аналитический подход? Грубо, наверное, говорят, да. То есть когда нам задают вопрос вообще, что такое город. Вообще, кстати, в России есть формальное определение тому, что такое город. Это вообще территория, где проживает больше 12 тысяч человек. И, если мне память не изменяет, не более 25% людей не заняты сельским хозяйством. Согласно, это не самый исчерпывающий подход, но это вот формально, которое у нас в РФ признано определять, что вот эта территория город, а эта территория не город. Слушай, а на самом деле это очень интересная тема. Я сейчас подумала о том, что вот, например, как слепому человеку, никогда не видевшему красный цвет, его объяснить? Из города, мне кажется, такая же штука. Вот как бы ты объяснил человеку, никогда не выезжавшему за пределы своей, не знаю, горной деревушки, что такое город? Давай сразу немножко сконцентрируемся. Большой город, мегаполис, столица нашего государства. Вот на примере Москвы. Без упоминания Красной площади. Это интересно, потому что вот то, что ты привела пример, это в контексте, допустим, одной только России. А если мы выйдем в контекст вообще международный, международный, мы столкнемся с тем, что то, что там в России называется городом, за рубежом называется не городом, и наоборот. Где-нибудь в Швеции, возможно, небольшая деревушка, там в 250 человек, это тоже город. И как тоже такому человеку объяснить, что такое город? И вот знаешь, отвечая на твой вопрос, и я эту цитату немного подрежу, ее сказал Олег Артемович Баевский в одном из своих интервью. Мне она безумно понравилась. Он сказал, что город — это выбор. Вот если вы хотите что-то выбирать, вам надо жить в городе. А если вы не хотите ничего выбирать, вам не надо жить в городе, но с этим есть какие-то издержки. И вот человек, который вообще ничего не видит, и ему нужно как-то объяснять, что такое город, ну вот, например, он может найти какое-то сообщество, которое такую же проблему имеет, как он, допустим, не уникально, и сконцентрировать свое внимание и общение в этом сообществе. Может там обратиться за какой-нибудь социальной помощью, или же может обратиться к своим каким-то родственникам, в отличие от того места, где не было бы городом, и он бы жил в этом пространстве. Например, это какой-то хутор. Да, там у тебя все свое собственное, и ты сам решаешь, что для тебя красный цвет, при этом тебе не надо концентрироваться и как-то стыковаться вообще с другими мнениями и с другими людьми выбирать. Ты просто вот сам определяешь, что для тебя. Есть все в твоей собственности, но каких-то вот других альтернатив и услуг, и процессов, возможно, там не так много. Как может показаться в городе? Тогда получается, что город – это одновременно не только выбор, но и компромисс, если мы вовлекаем других участников процесса и должны находить какие-то точки соприкосновения обязательно. Да, и вот тут мы как раз-таки подходим, наверное, к возможным моделям определения города. Вот ты говоришь, что это компромисс, я говорю, что это выбор, а потом мы приходим вместе, что это и выбор, и компромисс. И можно, например, взять какую-нибудь уже существующую модель. Например, это модель социолога Буртье, ныне покойного. И он вообще конкретно даже предложил, что мне главное сейчас очень не наврать. Там есть кольцо первого порядка, что город – это агент, город – это практика, город – это место, город – это процесс, и город – это еще, допустим, Н. И у него есть несколько колец, которые между собой взаимосвязаны. И вот объединяясь и связываясь друг с другом аспекты, пространство становится городом. Но на этом его определение не заканчивается, а продолжает декомпозироваться на условное следующее кольцо. Вот мы перечислили некоторые пять свойств. Но что свойственно, например, агенту? То есть мне или тебе? Агент – это, получается, субъект. Да. То есть что свойственно, допустим, городскому человеку? И дальше он приводит там еще паттерны определенные. Например, в его терминологии есть история с городскими габитусами и гамбитами. Например, мы ведем себя определенным образом в городском пространстве, находясь при этом в каком-то еще определенном социальном пространстве. И мы, например, здороваемся или там как-то по-другому одеваемся. Не как мы абсолютно хотим, если мы, например, бы жили в том же хуторе одни, а запрограммированным образом. И этот запрограммированный образ действий, он у нас складывается из нашего предыдущего опыта. Мы видим, что люди так делают, или нам сказал кто-то, или еще что-то, что-то, что-то. И это уже следующая там итерация, декомпозиция вот этого кольца будье. И такая же штуковина может и относиться к пространству. И далее, далее, далее. И город — это очень сложная такая насыщенная вещь, которая, вот если концептуализировать, создает просто одну систему различных взаимосвязей между объектами города, между процессами города и между свойствами города. Давай вернемся к тому, что город — это уравнение суммы компромисса и выбора. И вот тут возникает вопрос. У каждого ли жителя города есть одинаковый выбор? Это интересный вопрос. Наверное, нет, но мы все равно к этому всегда стремимся. И так или иначе у нас всегда есть выбор. Допустим, в экономике есть такое понятие, как голосование ногами. Например, если тебе не нравится один муниципалитет. Иди сходи в другой муниципалитет. Да, буквально. И это, на самом деле, классная история, потому что человек, он в городе и как ценный ресурс материальный, и как ценные личности, и как какая-то вот часть группы, и как вообще все на свете, то, что и формирует город. И это вот пример выбора того, когда нам не нравится жить в каком-то определенном контексте, и мы его просто меняем, переезжаем. И я вообще считаю, что это здравый и грамотный подход. Если мы живем в такой системе расселения, которая достаточно находится на обширной территории, которая представляет себя там не только Москву, а и другие регионы, которые делятся еще на различные муниципалитеты, мы видим, что в идеальной там системе мира муниципалитеты сами определяют то, как им жить правильно и нужно, и сами решают свои вопросы, а не ждут, пока им что-нибудь там сверху указкой спустится. Наверное, яркий пример такой мощной децентрализации – это США. В России вот система децентрализации, возможно, не так сильно устроена, но тем не менее, ты, живя там в одном штате, понимаешь, что контекст как-то поменялся, как политические, так, может быть, и экономические, и ты переезжаешь из одного штата в другой, там, не знаю, из синего в красный, и тем самым ты делаешь выбор в пользу того города, который тебе более релевантен, который ты считаешь более там прекрасным и хорошим, здоровым и правильным. Мне кажется, у нас так не работает. Все равно у нас есть неравенство между городами, между периферией и центром. У нас есть неравенство между городами и неравенство внутри. И причем интересно, что это неравенство не только социальное какое-то, в плане материальной какой-то обеспеченности, но это и неравенство в ресурсах и благах самого города. Я слушала одну лекцию как раз по поводу ресурсов и благ на макроуровне, скажем так. Казалось бы, что у нас эта схема должна была бы неплохо работать с центральной властной системой, с центральными ресурсами, если бы она работала в обе стороны. То есть если центр у нас забирает ресурсы, как-то их перерабатывает, инвестирует в себя, и потом выдает инновации, инновации по-хорошему должны утекать обратно через вот эти капилляры и привносить что-то новое в регионы. А вот обратная стрелочка у нас не работает. Слушай, а вот здесь, мне кажется, почему эта стрелочка может не очень работать, и может быть, эта стрелочка не самая лучшая и идеальная в той системе централизации и децентрализации, которая построена вообще глобально в России. И вот если мы говорим про ресурсы, то там основное то, что формирует все-таки бюджеты города, это вот денежные буквально материальные ресурсы. И вот если взглянуть на доходы и то, как вообще формируются бюджеты в России, то они вообще максимально не самостоятельные. У нас многие налоги всегда уходят в центр буквально. Какая-то часть из них в виде местных налогов и налогов на имущество, конечно, остается на местном уровне, но в балансе бюджета, если мы построим такой график шкалу, мы увидим, что это совершенно там маленькая несчастная черточка, которая формирует графу основной. Это всегда субсидии. Но проблема субсидий в том, что они не совсем самые свободные. Они имеют целевое использование. То есть тебе нужно потратить именно так, а не как иначе условно. И тогда города в России за последние, особенно в 20 лет, после реформирования всего и все на свете, с такой системой децентрализации, а точнее, наоборот, централизации, со временем просто теряют, возможно, свою самостоятельность. Вообще, в принципе, если мы вдруг в единомоментный час поменяем систему, мы столкнемся с такой же проблемой, как когда-то в 90-х столкнулись арктические города. Ну, потому что они оказались не самые, возможно, жизнеспособные. И государству нужно было их как-то поддерживать. И сейчас, например, тема арктических регионов тоже невероятно популярна. Постоянно слышим мы эту историю про опорно-населенные пункты. Но она абсолютно релевантна и к другим городам. Потому что их самостоятельность, это их бюджеты, потому что это их ресурсы, которые они используют для того, чтобы производить блага уже на своей территории. и то, что они происходят не из своей какой-то локальной истории, и еще имеют целевое направление, куда и конкретно тебя тратить. А если ты как-то там неправильно потратишь или какие-нибудь кипиани не соблюдешь, может быть, тебе в следующем году там что-нибудь урежут. И ты этим не совсем управляешь. Ну, то есть получается, что сейчас, по сути, регионы только питают, питают, питают своими ресурсами центр, теряют в некотором смысле свою самостоятельность. Что же делать дальше, пока не очень понятно. В принципе, как один из вариантов, вроде как предлагается не только инвестиции вливать в регионы, но делать их привлекательными для человеческого капитала, даже если он мобильный. Да, тут не только еще как бы в регионах, тут глобально даже на федеральном уровне система так устроена. Мне, допустим, хочется видеть систему не региональную, а федеральную, а именно такую муниципальную, сильных муниципалитетах. Почему? Потому что мы можем таким образом расшатать систему муниципалитетов и устроить некий такой немного естественный отбор. Конкуренция. Да, конкуренция. И мы увидим, что, возможно, какие-то муниципалитеты лучше справляются по отношению к другим, или же, наоборот, в некоторых там муниципалитетах и вообще в малых городах отпадет какая-то потребность, а какие-то очень станут прям жестко необходимыми. И в этом будет их вот такое конкурентное неравенство. Но тогда мы просто вот эволюционным путем придем к тому, что хорошие какие-то и правильные территории, которые имеют предпосылки для развития, будут там становиться лучше и краше, чем если мы условно всех будем вот уравнивать, устраняя это самое неравенство. Ну, кстати, про конкуренцию городов. Давайте устроим конкурс «Быстрее, выше, сильнее». Мне кажется, это можно просто очень легко представить на примере обычного человеческого школьного класса, когда есть отличники, есть неуспевающие, есть троечники, есть середнячки, да? И вот как оценивать класс и его успеваемость целиком? По отличникам и пытаться выровнять общий уровень, подтянув уровень знаний? Или, наоборот, всех постепенно пытаться уравнять? Ну вот конкретно Минстрой в 2018 году придумал такую систему, называется «Индекс качества городской среды», вот, где он отвечает на этот вопрос. Но там как бы не только про качество городской среды, когда мы думаем, о, это благоустройство. Нет, это, в принципе, качество пространства. Там есть различные аспекты, начиная от обеспеченности социальной инфраструктуры, какой-то экономической эффективности, коммунальной инфраструктуры и далее, 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 которые имеют еще несколько ряд критериев. И это вообще целая отдельная матрица. Ну, например, у Минстроя есть такая система. Вот с 2018 года каждый год, не помню, все ли там муниципалитеты до одного оценены, но точно не в 2018 году там сразу все едины, а постепенно с каждым годом такие метрики высчитываются. Это интересно посмотреть, но, наверное, это отдельная тема для дискуссии про индекс качества городской среды, о котором мы еще, кстати, с вами, дорогие слушатели, поговорим. Анна и Павел не могут понять, подходит ли им район, в котором они планируют покупать квартиру. С одной стороны, застройщик предлагает перспективный элитный ЖК. С другой, соседи показались шумными, а инфраструктура местами не соответствовала ожиданиям. Чтобы развеять сомнения, Анна и Павел решили поискать информацию о проекте в интернете. Там они нашли подробные обзоры ЖК и районов от One Moscow. Специалисты компании не просто сухо описывают жилые комплексы. В своих роликах они показывают, как меняются районы с течением времени, проводят экскурсии по доступной инфраструктуре и общаются с застройщиками. Экспертность One Moscow позволила Анне и Павлу составить объективное мнение о районе и сделать выбор. Чтобы и дальше не искать всю информацию самостоятельно, они обратились за помощью к специалистам компании и начали работать с ними. One Moscow – ведущее агентство недвижимости столицы, которое занимается продажей новостроек, вторичной и загородной недвижимости с выгодой до 15%. Среди продуктов агентства есть и уникальные сервисы, например, юридические сертификаты и ипотечное сопровождение. One Moscow всегда остается на связи. Компания сопровождает клиента до момента получения ключей, может помочь с дизайном и отделкой с помощью сервиса One Design Plus и даже с переездом. Главное в работе One Moscow – всегда быть на стороне покупателя и подбирать идеальную недвижимость на лучших условиях. Например, до обращения в агентство многие клиенты не знают, что могут позволить себе покупку жилья, бизнес или премиум-класса. One Moscow знают рынок, все финансовые инструменты и как купить недвижимость с максимальной выгодой. Обращайтесь к специалистам One Moscow для получения профессиональной консультации и подбора бизнес и премиум-объектов в Москве. С брокерами One Moscow покупка и продажа проходят легко и непринужденно. Вы можете переложить все сложные задачи на плечи профессионалов и просто наслаждаться. Кстати, все-таки, насколько это честно, именно честно, подтягивать неуспевающих к тем, кому так повезло, что на их территории, например, есть нефть, и им развиваться изначально проще и быстрее. И подтягивать ли вообще, делать ли на них ставку, или просто надо решать в каком-то моменте, на что сейчас делать упор, на внешние связи, которые обеспечиваются именно сильными сторонами единого организма, или на общее здоровье по больнице. Ну, если мы так условно срежем какую-то вот одну характеристику по всей России, скажем, общее здоровье по больнице, то мы столкнемся просто с какой-то статистической такой ошибкой, когда у нас есть одно какое-то очень крупное значение, и оно условно... Слишком много погрешностей, слишком много факторов. Да, и там надо смотреть условно, там, не среднюю, а медиану какую-то. И вот, например, если мы посмотрим на какую-нибудь Якутию, которая богата природными ресурсами, и на сторону Дальнего Востока, которая в качестве своих преимуществ имеет невероятно красивую природу, то у них будут, допустим, эти самые локальные предпосылки для развития. Если мы взглянем на тот же Норильск с такими же предпосылками в виде богатых ресурсов, ну, пардон, там такая невероятная экология, что вот всеми силами туда пытаются как-то инвестироваться в качество городской среды. Недавно там было несколько мастер-планов, вот, по-моему, 1 в 21 году по развитию жилья и всех на свете аспектов городской среды. Огромную сумму использования предполагает. Ну, вместе, конечно, с Норникелем все это выполняет, скажем так, к городообразующим предприятиям, но при этом для того, чтобы, допустим, сильные города оставались там сильные, а может быть слабые, эволюционным каким-то путем теряли свою потребность, и людей там насильно как-то не привязывали к тем местам, где им вообще бы условно не хотелось жить, то здесь, наверное, только путь децентрализации и, наверное, какой-то вот путь пересмотра системы муниципального управления. Но, опять-таки, это та модель поведения, которая у нас есть сейчас. Возможно, когда в 90-х принимались различные кодексы, там, бюджетные кодексы, кодексы местного самоуправления, там, тот же градостроительный кодекс, мы выбрали вот ту ветку, которую мы сейчас выбрали. Может быть, если мы выбрали иную, у нас бы немного вот эта весовая категория городов по-другому бы сейчас распределялась, потому что все вот это пространственное неравенство и неравенство в материальных благах, она исходит как раз-таки из конъюнктуры правовой, которая как раз тоже свойственна городу. Вот, им же надо же как-то управлять. Тоже не просто невероятный какой-то там кусок земли, где достаточно одного иметь старосту, который за все будет отвечать в виде козы, там, барана, и почему там забор не покрашен. Хотя, кстати, такая вот... Тоже неплохая модель управления. Вообще, да, прекрасная. Зато четко. Да, такая очень горизонтальная, очень интересная, возможно, похожая. Встречается вот как раз-таки в небольших городах по 200-300 человек. Староста Швейцарии с непокрашенным забором. Ну, возвращаясь, допустим, от такой немного политической штуки к городу, можно ведь посмотреть, что, несмотря на вообще все различные там конъюнктурные управленческие штуковины, города в России, города в Европе, в Америке, там, в Азии, там, на Ближнем Востоке, они же все похожи по своему свойству неоднородности. Ну, это понятие центра и периферии, оно не сегодня придумано, и оно всегда было. У нас различные территории в городе никогда там не равны друг другу. И, наверное, это тоже хорошо. И это вот тот же самый аспект выбора, который ты упоминала до этого. В городе мне жить или на выселках? Камнем лежать или гореть звездой? Ну, да. Или там жить на севере, или на юге, на востоке в одном доме, или в другом снимать квартиру, или же уйти в ипотеку, или же снимать вообще с несколькими своими какими-то друзьями, родственниками. Или да, или также остаться жить у родителей. Давай сформулируем так. В городе всегда есть выбор у человека. Да. Но у разных людей возможность этого выбора разная. И еще в разных городах тоже разный выбор. Видишь, какая сложная система. Вообще страшно, страшно. Ну, выбор — это всегда тяжело. Но если вот не хотите выбирать, вам не надо в городе жить. Вот мы постоянно что-то с тобой выбираем. Вот ты сегодня, допустим, ты же ходила сегодня на обед. Нет. Вот. Это не был мой выбор. Ну, ты сделала выбор не идти на обед. Это как вот действие бездействия, потому что ты выбрала там между какими-то другими аспектами своей жизни эти самые аспекты твоей жизни, которые происходят в этом же контексте города. Это, кстати, очень интересная теория. Например, если мы выбираем какой-нибудь пирожок, одновременно мы делаем выбор отказаться от мороженого. Да, да, да. И вот город — это то место, где вот эта концентрация вообще концепции выбора, она все больше и больше становится. И чем крупнее город, тем у нас больше выбор, как правило. И вот поэтому там молодые люди, они тоже стремятся уехать в центр. Особенно это очень характерно для российского контекста. Ведь у нас есть эта динамика движения в столичные центры. Даже если ты родился в столичном центре региона. Это ведь так условно устроено, что у нас условно есть регион, и перебираются люди в столицу. А потом, если там человек родил в столице, ему этого уже выбора недостаточно. Нужно больше. Самую столичную столицу. Конечно, конечно. А как иначе? Потому что эта самая столица предоставляет такое разнообразие услуг и вообще благ возможных, которые, допустим, условно нету в его предыдущем контексте, откуда человек перебирается. И в этом, наверное, тоже проблема, что какие-то города действительно больше этих могут благ воспроизводить. Но ключевая проблема, наверное, в России в том, что обратно люди не возвращаются. Вот, например, если мы посмотрим на Европу, то там полно таких вот небольших городов, которые там по несколько тысяч населения существуют, и, может быть, крупные вузы находятся в столицах, но там есть некая динамика возврата из столицы обратно в такой вот контекст. Или даже ту же США, если глянуть. Там субурбанизация вообще как процесс развита значительно больше. То есть у нас, если даже люди хотят снова быть ближе к природе и покупают какой-нибудь домик с загородом, все равно, скорее всего, квартира в городе у них остается. То есть они не меняют одно жилье на другое, а просто приобретают себе дополнительный выбор. Вот да, но при этом они, скажем так, когда перебираются полностью в загородные дома, у нас есть сейчас эта тенденция в России. Вот мы на прошлом тоже выпуске обсуждали ее, и она там различные аспекты интереса имеет, особенно вот с ценами, которые есть на рынке, на жилье, там с ключевой ставкой на ипотеку. Люди там отказываются от этого разнообразия вот в пользу как раз-таки такой вот формы, скажем так, существования, проживания, точнее. Но вот те люди, которые сейчас условно переезжают в загородные дома, они полностью вот переезжают, или же они продолжают пользоваться услугами и благами города, в соседстве которого они берут этот самый дом. Ведь эта история субаруманизации, она там в Америке тоже какое-то время существовала, но имела другую форму. Когда люди условно перебираются в загородные типы жилища, но при этом все равно продолжают пользоваться услугами города, там ездить на работу или учебу, это тоже такая модель выбора человека, проживания, потому что у нас тогда граница города чуть-чуть разрастается, и это превращается в такую а-ля агломерацию. И в этом случае человек делает выбор в пользу своих транспортных издержек и цену, которую он платит за свое условное домовладение. Есть такая классическая модель экономиста фон Тюнна, которую он сделал там для полей, для каких-то пашин, для фермерства, но она совершенно релевантна к модели существования города. И его неравенство в пространственном аспекте. Это банально у нас есть центр города, где у нас низкие транспортные издержки, там высокая транспортная связность, но при этом высокая цена на землю. Есть чуть дальние территории, где у нас условно цена на землю ниже, но при этом высокие транспортные издержки. И уровень благосостояния, допустим, человека где-нибудь в центре и на той же периферии, если мы будем сравнивать по его благу, которое в конечном счете остается, между транспортными издержками и издержками, которые он терпит за свое домовладение, мы увидим, что там где-то больше, где-то меньше, но в целом у них уровень благосостояния примерно одинаковый. И это тоже выбор. И это выбор, который происходит в контексте как раз-таки неравенства пространственного. Хорошо, но кроме неравенства пространственного есть же и материальное неравенство, и социологическое неравенство, и культурное неравенство. И все в одном городе, потому что это очень неоднородная структура. Да, как раз-таки неравенство в каком-то материальном плане нас подталкивает делать какие-то определенные выборы. Оно нам задает паттерны. Паттерны поведения. Например, кооперироваться вместе, сбиваться в какие-то группы и создавать общности на территории общего городского пространства. Да, и тогда мы видим различные какие-то социальные группы. Но тут мы можем прийти к тому, что свойство неравенства в городе это как раз-таки, наверное, то, что делает город в итоге прекрасным и неоднородным. И то, что, наверное, делает город городом. Потому что если бы у нас все было условно как-то одинаковое, то нам не нужно было бы с тобой сейчас выбирать между одним и другим. И чем больше мы выбираем, тем больше как раз-таки неравных каких-то аспектов между нашими моделями выбора. То есть у нас есть различное образование, и оно не всегда, допустим, одинаковое по какому-то качеству или же одинаковое по содержанию. То есть мы же не можем оценивать медицинский вуз и какой-нибудь там архитектурный. Какой-нибудь там архитектурный. Ну или какой-нибудь там, не знаю, педагогический, или какой-нибудь физматематический, или какой-нибудь еще какой-какой. И этих историй условно много. Чуть-чуть академическая справка. В принципе, что мы имеем в виду, когда говорим про социальное неравенство в контексте города? Неравенство именно социальное – это форма дифференциации, при которой отдельные личности, отдельные социальные группы, отдельные классы находятся на различных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными шансами на получение каких-то благ, на удовлетворение своих потребностей. И в контексте города это предельно важно, потому что, как мы уже много раз говорили, город – это структура и иерархичная с одной стороны, и мозаичная с другой. Давайте посмотрим на примере Москвы. Москва – исторический город с радиальной кольцевой структурой, поэтому тут все очень просто. Мы делим пространство и физическое, и социальное, и культурологическое на центр и периферию, и понимаем, что кто-то имеет возможность себе приобрести жилье в любом месте, одномоментно делая выбор либо в пользу транспортной доступности, либо в пользу комфорта, в пользу экологии и так далее. А кто-то выбирает из того, что осталось, и из тех ограничений, которые изначально у человека есть. Да, и это нормально. Это совершенно, мне кажется, здоровая история, что люди, особенно людям в городе, они не равны друг другу, и мы всегда имеем совершенно разные вообще на старте особенно какие-то предпосылки для своего собственного развития в городе. То есть мы рождаемся в разных семьях, мы рождаемся в разных пространствах городских, в разных контекстах, мы выбираем, не знаю, разное себе образование, образование, и оно именно бывает прекрасно тем, что у нас есть опция этого самого выбора, чтобы нас сделать такими, какими нам кажется быть правильным. Все то, что ты сейчас упоминаешь, это как бы социологические ограничения. А есть же еще ограничения именно те, которые диктуют город своему жителю. В виде налогов, например? Да. Ты, когда потребляешь какие-то блага, ты ведь их тоже не просто так потребляешь. Это ведь определенная форма договора с городом. Вот ты и я, мы там где-то прописаны, мы имеем свою буквально собственную землю, мы имеем часть этого города на самом деле. У нас под домами, где мы живем, есть земельные участки, и это наша собственность. Ну, долевая между, условно, всеми жителями, но это наше пространство, это то, что дает нам право быть частью этого города. Но при этом мы потребляем различные блага его в виде общественного транспорта, образования и вообще всего на свете, что делает для нас как раз-таки местная администрация. Буквально она ведь не зарабатывает деньги. Ей это условно не нужно, потому что она формирует именно локальное общественное благо, которое как раз-таки, чем больше в городе, тем он и лучше. Это там совершенно нерыночный какой-то конкурент, и оно в первую очередь заботится о нас с тобой. Но при этом мы с тобой должны, скажем так, идти в какую-то обратную связь, и это как раз-таки налоги, которые мы с тобой генерируем в ходе нашей деятельности внутри этого города и в ходе как раз-таки имущества, которое у нас есть в этом городе. И так мы существуем. Как раз-таки, возвращаясь к неравенству вообще глобальных городов и неглобальных городов в том числе, город выбирает такую, не знаю, политику действия, чтобы в нем было классно и невероятно жить, чтобы туда больше приходило людей и больше, скажем так, генерировало этих самых ресурсов, при этом взамен получая эти самые блага города. То есть центральный город это там выбор разнообразия. У нас там, не знаю, есть академические центры. Ну, даже если мы оттолкнемся от Москвы, Новосибирск, например. И имея различные такие вот неравные предпосылки, разные города, скажем так, привлекают к себе людей. И вот поэтому я в самом начале говорил, что классный эволюционный путь развития городов, которые больше, не знаю, степеней свободы имеют для того, чтобы произвести больше вот этого локального блага и более релевантного для города. Вот. Ну, да, это правда. Мы не просто так наслаждаемся и радуемся тому, что у нас есть. Слушай, а вот еще интересный вопрос. Если мы вернемся в контекст города и в его масштаб, есть ли какие-то пространства, среда, в которой люди разного социального уровня, разного социального класса, разного слоя населения никогда не пересекаются? Или, наоборот, те пространства, где вот эти точки пересечения прямо сконцентрированы, где непонятно, кто о чем? Ну, наверное, и такие, и такие места есть всегда. То есть иногда у нас просто физически люди там с одного района никогда не пересекутся с другим. А есть специализирующие... Это уже что-то на тему гетто, мне кажется. Ну, кстати... Вестсайская история. Тоже как вариант. Но есть районы, которые на диаметральных противоположных кольцах Москвы находятся, и население там одного района условно никогда не пересекутся с другим. То есть Вестсайская история невозможна между жителями Биберева и Бирюлева? Да почему? Далеко ехать? Да. Но при этом в городском пространстве есть эта вещь как его центр, где концентрируется максимальная насыщенность какими-то деловыми ресурсами, общественными какими-то на свете. И там мы увидим, что вообще очень различные слои населения могут пересекаться, особенно вот в таком крупном центре, как Москва. Потому что Москва все-таки это не тот город, который уже конкурирует с городами, там даже центрами регионов. Это город, такое мировая столица, которая конкурирует уже с другими мировыми столицами. Мне кажется, Москва уже конкурирует только сама с собой. Вернусь к вопросу. Есть ли какие-то именно строительные, урбанистические средства, средовые, может быть, которые позволяют поощрять разнообразие представителей разных слоев в одной точке? Потому что разнообразие всегда рождает прогресс, всегда рождает какие-то инновации. Это обмен идеями, обмен опытом и так далее. Как средствами города можно ли как-то сконцентрировать людей разных идеологий, разных направлений, разных слоев в одном месте? Мне кажется, можно и нужно. И это один из основных предметов как раз-таки градостроительных документов, которые вот в России представлены в виде генерального плана и как раз-таки правового инструмента правила землепользования и застройки, который как раз-таки у нас определяет зонинг и его основные параметры и разрешенные там виды использования. И то, как он составлен в сегодняшнем дне, определяет правовое поле и качество, а также история с генпланом, который задает некий вектор видения будущего, как оно будет развиваться в дальнейшем или задает некую возможность для развития в будущем, что у нас фактически эта территория города выглядит как одна характеристика, но в будущем есть опция ее расширить до другой, когда город, не знаю, возможно, разрастется или наоборот сожмется. И конкретно в этой области есть территориально-коммуникационная модель Олега Артемовича Боевского, которого мы ранее упоминали, который буквально выстраивается из концепции оценки пространства на основе характеристик насыщенности и той же транспортной связности, где мы можем выстроить условно такую матрицу между высокой насыщенностью и высокой связностью, и низкой насыщенностью, низкой связностью, средней и средней. И вообще на основе этой модели, которая в свою очередь выстраивалась из каркасно-тканевой модели Гутнова, формировались как раз-таки первые генеральные планы Москвы, которые уже пришли в новую историю России в свое время. И это очень грубая, наверное, оценка, и меня сейчас всякими помидорами закидают коллеги, которые услышат, за что я перед ними, конечно, заранее извинюсь, а может, не извинюсь. Так вот, то, что эта история с насыщенностью и связностью очень похожа тоже к своей классической модели фон Тюмана, но только она про другое. И имея различные оценки характеристик вот этого пространства, мы видим, что какие-то территории имеют проблемы в виде невысокой насыщенности и невысокой транспортной связности. Или мы увидим там равномерное какое-то распределение или какие-то диспропорции. И основываясь на подобной оценке, мы можем принять решение о том, что изменить именно правовое поле с целью как раз-таки решения вот этих самых проблем. Или же задать другой вектор развития и запланировать какую-то иную инфраструктуру, чтобы повысить связанность территории и, как следствие, возможно, и повысить ее насыщенность, потому что она станет более доступной. То есть задавай рецепт. Первое, изменяем правовое поле, второе, повышаем транспортную доступность и связность. А мне кажется, что в городе источником его качественного развития есть то самое правовое поле и то, как оно запланировано, и то, как градостроительная деятельность из этого правового поля воплощается и является неким качественным аспектом, который ты спрашивала минут пять, наверное, назад. А как можно качественно изменить это самое неравенство в городе через именно такие пространственные инструменты... Управление. Да, пространственное управление, которое там связано как-то с градостроительной деятельностью. Возьмем пример. Давайте сейчас поиграем практически в The Sims City. Вот у нас есть восточное направление Москвы. Оно как бы не самое экологичное, не самое развитое. Люди там, скорее всего, не с таким достатком, который позволяет им купить дом на Рублевке и уйти в направление северо-запада. И у них где-то рядом с территорией проживания есть заброшенная промышленная зона. В правовом аспекте она имеет статус пока не обозначенный, предположим. То есть мы берем эту зону, меняем у нее правовой статус на территорию с потенциалом развития. Правильно? Присваиваем ей какую-то вариативность многофункциональности. Мы, возможно, делаем там кластер развлекательный, деловой, административный, не знаю, все что угодно. И таким образом привлекаем туда не только местных жителей, которые получают одновременно повышение и качества своей среды, и стоимости своего квадратного метра, потому что это все учитывается. И при этом привлекаем туда, если это интересный кластер, жители других районов столицы. Может быть, даже из центра они туда поедут. Потому что там что-то есть, чего больше нет нигде. И при этом еще вкидываем историю про повышение транспортной связности, когда эта самая отдаленная территория вдруг становится неотдаленной из-за того, что там появилась какая-то новая ветка метро. И теперь там издержки, которые мы тратим на перемещение, они не такие большие, чтобы сделать выбор в сторону как раз-таки этой территории. Потому что там теперь чуть дешевле земля, чем, не знаю, в каком-нибудь самом центре. Это она пока чуть дешевле, еще немножечко, и она станет чуть дороже, потому что там будет интереснее. Не надо будет выезжать за пределы района, чтобы как-то провести качество на свое время. И это получается такая точка равенства разных социальных слоев, которые изначально не равны в своем качестве. На территории города, в городской ткани. Ну, тут кажется, что ты описываешь модель поведения, когда в городе появляется пространство, которое самодостаточно. И за счет этой самодостаточности пропадает, не знаю, какая-то вот именно потребность. Это внутренний муниципалитет. Кстати, конкретно с Москвой, она же тоже разделена на такие муниципальные образования, но это другие особенности. Ну да, такой вот получается, вот город в городе, определенный там микрорайон, где ты город развиваешь таким образом, что у него территории вдруг, которые находятся на периферии, они там становятся чудесным образом самодостаточными. И вот тогда нет необходимости ехать там в самый центр, чтобы получить какую-то услугу или какое-то там другое благо, товар либо еще что-то на свете, потому что ты ее вдруг можешь выбрать уже находясь на своей территории. И это опять мы снова выходим к выбору, то, что вот, видишь, снова появилась возможность выбирать в такой модели концептуализации сейчас. Есть еще интересный кейс, кроме сегрегации, в принципе, населения в городе по территориальным признакам, по культурологическим, социальным и всем тем, о которых мы сегодня уже говорили, есть такой термин, как темпоральная сегрегация. Это, например, когда есть какой-то деловой центр, который работает условно с девяти до шести, а после этого все нижние этажи закрываются, простаивают, и жители города не могут ими пользоваться, не могут их арендовать, то есть это пространство остается в собственности офисных магнатов. Оно не принадлежит городу, и качественно оно никак не влияет на жизнь его обитателей. И есть интересная идея о том, чтобы позволить каким-то малым арендаторам эти площади использовать именно в вечернее время. То есть мы, получается, темпорально... Темпорально ты имеешь в виду аспект времени, то, что он не равен в временном каком-то использовании. Ну, получается, большую часть дня используются эти пространства условно белыми воротничками, а дальше все, лавочка прикрыта, и у нас есть огромные площади в городе, качественные, красивые, ухоженные, они под охраной, скорее всего, которые при этом не используются, не приносят доход ни потенциальным арендаторам, ни городу, инвестиций тоже нет. И, в общем, есть такая интересная мысль о том, чтобы сдавать их в субаренду, например, тем малым арендаторам, которые могут свой товар или какие-то свои услуги разложить быстро, и они бы были тоже, в том числе, временные. Ну, тут ты просто конкретно говоришь про площадь, но у нас-то ведь в городе глобально-то все земли разделены на частные и общественные. И вот территория общего пользования, там, это улицы, те же дороги отдельные, площади, парки, набережные, скверы, они-то находятся в свободном, открытом доступе, а ты тут говоришь про эффективность использования чужой земли, которая находится не в твоей собственности сейчас. Аренда и плюс субаренда. Ну, это уже, наверное, выбор как раз-таки самого владельца этой самой земли. Он может отказаться, он может согласиться. Но самое главное, что есть такая опция, есть выбор. Это как новый вектор. Мне кажется, этот выбор все-таки на плечах правообладателя лежит, и он, наверное, должен делать его в сторону, не знаю, какой-то эффективности. То есть, насколько вот эффективно он использует свою площадь, которая у нее есть сейчас. Возможно, если он привлечет новых каких-то ночных арендаторов, то те издержки, которые он потерпит, и те выгоды, которые он получит, они будут ли соразмерными тому, что у него есть сейчас? Возможно, это какая-то не самая эффективная история в одних частях города, а в других она, наоборот, эффективная. Как обычно, это вопрос выбора, о котором мы сегодня и говорим. Да, да, да. Просто в городе же есть ночные и дневные трафики. Так в итоге сегрегация и социальное неравенство в городе – это вещь скорее полезная или она тормозит его развитие? Слушай, мне кажется, что эта вещь можно определить как просто здоровую и нормальную, которая свойственна городу, и которая вот в целом формирует город как город. И то, что он разнообразен и неравен не гомогенен, а наоборот гетерогенен, это прекрасно. Чем больше у него вот этого неравенства и разнообразия, тем больше в нем выбора, и тем более он становится вообще привлекательным. То есть здесь мы рассмотрели не через какую-то негативную коннотацию, а вот через его некое такое свойство. Давайте тогда сконцентрируемся на понятие разнообразия жизни в городе и его возможностей, а не на понятие сегрегации и городского неравенства. Это был подкаст «Жилищный фонд» от студии Red Barn и моего ведущие Анна Разгулова и Данил Медведев. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!